Девушки отдыхают Еду домой. Хочу массаж и в ванну. Готовься. Что за дурацкие шутки? Спокойно, дружище. У тебя проблемы? Мы все решим. Откуда такая крутая тачка? Угнал? У друга взял покататься. А куда мы едем? А не скажу. А это похищение? Да, это именно оно. Ну тогда у меня стокгольмский синдром. Так, что ты делаешь? Ты с ума сошла? Что? Да. Подожди. Да. Товарищ капитан, захват заложника на парковке у бизнес-центра на конной. Нет. Да. Нет. Да. Давай. Господи. Милый, все успеем. Да. Конечно. Успеем. Послушайте, может быть, я могу чем-то вам помочь? Вам деньги нужны? Да. Полмиллиона. Ну, у меня нет наличных. Но есть карточки. Снимите сколько нужно. Я пин-код дам. Черт. Опа. Слайка назад. Давай. Надо разведать обстановку. Пойдем влюбленную парочку изображать. Такая идея. Ладно. Пойду одна, буду самовлюбленная. Стой! Нам нужно дождаться переговорчиков. Это же не наш профиль. Не вмешаемся, будет наш. Там ствол. Пойду. Отвечай. Ковася! Вся машина у друга. Не выходи! – Я выстрелю! – Давай! Что, мужик тебя не хочет даже под дулом пистолета? Да пошла ты! Подвинься. А то, когда будешь стрелять, мозги в лицо полетят. Эй! Ручки за спину. Гражданочка, покиньте место происшествия. Вон тут нельзя находиться. Мне можно. Я первый раз вижу эту чокнутую идиотку. Ее не сажать, ее лечить надо. Вы точно уверены, что вы с ней не знакомы? Абсолютно уверен. Ну хорошо, пока вас отпускаю. Обязательно звоните. Обязательно позвоню красивой девушке. Ну, чтобы пригласить на ужин. А я с незнакомыми мужчинами не ужинаю. Так давайте ознакомиться. Давайте. Для начала расскажите, пожалуйста, чем конкретно вы занимаетесь? Я все указал в протоколе. Да, я читала консультационные услуги. Ну, довольно расплывчатая формулировка. На самом деле, я Мак и Чародей. Капитан Баринова. Вас ждет полковник Громов. До свидания, Мак и Чародей. До свидания. Буду ждать с нетерпением. Никлюев, ты мне только что обломал контакт со свидетелем. Спасибо тебе большое. Кошкин? Он же потерпевший. Да, но он точно что-то знает. И я хотела выяснить, что он за тип. И ты решила пригласить его на свидание? Да. Чего тебе все не имется-то? Нам и так от Громобоя достанется, что ты устроила на месте происшествия в Вестерн. Действовала не по протоколу, неоправданно рисковала в ситуации с захватом заложника с применением огнестрельного оружия. Огнестрельного оружия? Огнестрельного оружия. Да это руклик доисторическое. Он даже заряжен не был. Ты-то этого не знала? Майор Мозгоклюев. Капитан Баранинова. Вызывали? А, работнички с большой дороги пожаловали. Проходите, садитесь. Вот, знакомьтесь, наш новый сотрудник. Евгения Васильевна Алехина. Криминальный психолог. Капитан Алла Михайловна Баринова. Майор Олег Иванович Никлюев. Евгения пишет диссертацию, поэтому ей надо, так сказать, поработать на земле, собрать материал. Очень интересно. И о чем же ваша диссертация? Там все сложно. А вы помедленнее, попроще. Для тупых. Надо же. Какой уровень самокритики. Мне вот просто интересно, а есть ли какой-то толк от вашей науки на практике? Мы же люди простые, нам бы убийство раскрывать. Но методы криминальной психологии успешно используются во всем мире при расследовании преступлений. Да-да-да, я помню, профессор в академии мне говорил, что психология вторая по точности наука. После богословия. Так, ну все, хватит! Помирились чувством юмора и Будя? Сработайтесь! Алия Кала, принимайте Евгению в команду. Все, свободно. Между прочим, на ее счету уже одна спасенная жизнь. Она помешала преступнику. Мне вот просто интересно, как же наша Евгения оказалась на месте преступления раньше нас? А я была рядом с дежурным, когда поступил вызов и сразу поехала на место. Но спасла заложника не я, а капитан Баринова. Мне чужие плюшки не нужны. Идите уже от Седова! Свободны! Бегом! А можно мне пообщаться с задержанной? Нет уж. Эту доморощенную террористку я сама искалю. Да, с такими сложно. Какими такими? Очевидно, у капитана Баринова есть завышенная самооценка. Она агрессивна и склонна манипулировать людьми. Что идеально для ее работы. Точно. А может быть, вы еще знаете, как строить отношения с такой женщиной? Знаю. Бежать от нее надо. Со всех ног. А если серьезно? Усудим как-нибудь попозже. Кристина! Кристина! Собирай, манатки, чтобы духу твоего в моем доме не было! Заяц, за что? Телефон. Где твой телефон? Ты получила от меня сигнал СОС и проигнорила бы! Нет! Нет! Зая, прости, но я не слышала! Надеялась, что я сдохну и все тебе достанется. Вот! Имя свое вы называть отказываетесь. Хорошо. Может, хотя бы скажете, что Кошкин вам сделал? Отпустите меня. Нет. Вы не уйдете отсюда, пока не заговорите. Может, все-таки я попробую? Да, пожалуйста. Да. А, Мак и Чародей. Слушаю вас внимательно. А вы? Извините, мне пришлось вам нахамить. Неожиданное и неоправданное оскорбление. Действенный способ сбить человека с толку. А мне надо было включить вашу фантазию, чтобы вы в красках представили себе, каково это реально убить человека. Что вы от меня хотите? Вы никому не хотели позвонить? Надеюсь, ваша дочь сейчас не одна? Как вы узнали, что у меня есть дочь? Фенечка на руке. Очень аккуратно сделано. Сразу видно, что девочкой. А у меня мальчишки двое. Работа в полиции очень опасное дело. И что они будут делать, если меня убьют? А что будет делать ваша дочь, если вас посадят? Сидящая мать все равно, что мертвая. Как она жить-то без вас будет? Моя Катя не будет жить, она умирает. От почечной недостаточности в больнице. Звоните в больницу. Да, да, да. Прямо сейчас. А Лехина-то в итоге разговаривала, задержанная. Да ну, серьезно? Ее зовут Озерова Лариса Николаевна. Продавщица, мать-одиночка. Давай послушаем звук из допросной. Котеночек, все хорошо. Я приеду, как смогу. Целую тебя. А теперь давайте все по порядку. Врачи сказали, что ничем не смогут нам помочь. Я была готова схватиться за любую соломинку. Увидела по телеку рекламу мага этого Светозара. С гордостью и восхищением представляем вам космомага Светозара. В миру Виталия Молчанова. Друзья, мы дети Вселенной. А теория струн главный ее закон. Наши предки знали об этом, а мы забыли. Нам не нужны лекарства. Достаточно ввести наше тело в резонанс со струнами Вселенной, и оно исцелится само. Я попрошу вас выключить ваши гаджеты, чтобы не мешать проникновению энергии Вселенной. Интересно, куда? Я им позвонила. Они сказали, что у Кати диссонанс какой-то, и поэтому она умирает. Потом позвонил Кошкин. Он у них главный. Обещал помочь. Сказал, что за ритуал они денег не возьмут, но нужен артефакт, а вот он стоит много. И деньги, конечно, нужны были срочно. Да. Я взяла кредит под залог квартиры мне. Иначе мне не давали. У меня зарплата куром на смех. Сейчас я буду призывать космический свет на древнем языке. Блин, да это Чукотский. У меня в общаге соседка на Чукотском разговаривала. Она постоянно с мамой своей на Чукотском трепалась. Ухитрожук. Это не смешно. Прикиньте, сколько доверчивых людей повелись на эту космическо-чукотскую ахинею. Да. Понимаете, маги эти, они все так рассказали про наш диагноз, и проанализы, и нам врачи-то всего сразу объяснить не могли. Навели справки. Возможно, подкупили кого-то из медперсонала. Ритуал провели, а Катя лучше не стала. Я сделала две выплаты по кредиту, а потом все, деньги кончились. Стали звонить коллекторы и говорили, что квартиру продадут с молотка. Я бросилась к магам, рыдала, умоляла их вернуть деньги. А Кошкин сказал, что нужен еще один ритуал. Сто тысяч. Тут я ее зверела. Я схватила дедушкин трофейный пистолет и... Почему вы не обратились в полицию? А что полиция? Я сама ему дала деньги. Сама дура виновата. Кто мне теперь поможет? Никто. Мы, мы сделаем все, чтобы вам помочь. Вот, целая куча заявлений от пострадавших. Пенсионерка хотела вылечить сына от онкологии. В итоге потеряла дом. Многодетная мать хотела работу получить. Никуда не брали. В итоге будет всю жизнь долги выплачивать. Бывшая жена я хотела вернуть мужа. Продала фамильные драгоценности. И тут такого... Я просто не понимаю, как? Как можно последние деньги отдать за такую чушь? В общем, маги используют самый сильный человеческий страх. Страх смерти. Своей и близких. Страх обессиливает, лишает способности магически мыслить. Сейчас это очень продвинутый бизнес. Ведьмы и колдуны сменили магические кристаллы на компьютеры. Воронов на телефоны. А избушки на бизнес-центры стали еще опаснее. Нужны будут свечи. Да, обязательно чистый воск. Записывайте. Да, двенадцать. И простыня. Сто процентный хлопок. К сожалению, с каждым часом риски растут. Но вашего отца еще можно спасти. Переведите деньги по QR-коду, который мы вам вызвали. Ты не боишься, что нам за все это прилетит? Мне прям страшно. Сажать их надо, этих магов. Легко сказать. Формально они оказывают консультационные услуги. Клиенты платят добровольно. Как доказать, что услуги некачественные? Сейчас попробую. Добрый день. Алло. Если вы нездоровы, несчастны или потеряли кого-то? Не угадали. Я здорова и счастлива. Я хотела бы узнать... Подождите, я сканирую вашу ауру. Вы красивая, сильная женщина. Слушайте, да вы уникальны. Таких женщин, как вы, в средние века жгли на кострах мужчины, которые завидовали их таланту. Все мужчины кажутся вам слабаками, и они просто боятся вас. Но я могу вам помочь. После проведения древнего ритуала вы встретите человека гораздо сильнее вас и будете счастливы. Спасибо, я подумаю. Как они узнали, что красиво и про мужчин? Про мужчин вообще чушь. Они используют эффект бармену. Они дают человеку расплывчатую комплементарную характеристику. Ведь каждой женщине приятно услышать, что она уникальная, красивая, сильная. Даже если это не так. Кроме того, они сразу считали ваш характер по голосу, интонации. Их специально это учат. А я просто куплю у них какой-нибудь дикий ритуал и докажу, что они мошенники. А как вы докажете, что ритуал не сработал? А там же сидят ваши коллеги, психологи. Вот вы и подумайте, как их прижать. Майор, подождите. Можно просто Олег? Договорились. А можно отпустить Озерову? У нее дочка в больнице одна. Ну, ее поступок будет квалифицирован, скорее всего, как статья 162, часть 1. Так что... Преступление средней тяжести. В качестве меры пресечения возможна подписка о невыезде. Разбираетесь в уголовном праве? Не очень. На уголовный кодекс читала. Тут еще смягчающие обстоятельства. Она мать-одиночка, ребенок больной. Попробуй договориться о подписке. Спасибо. Погоди. Мы же по-ужине договорились. Ой, извини, пожалуйста. Я на сегодня уже с Кошкиным договорилась. Аппарат вызывает, что абонент выключен и находится вне зоны действия сети. Уже поужинали? Так быстро? Да мы даже не начинали. Я Кошкину уже час жду. Так может быть он и есть тот самый напророченный, который круче тебя? Опаздывает во всяком случае? Ха-ха, очень смешно. Он даже к телефону не подходит. Так тебя просто кинем. Меня мужчины не кидают. Даже напророченные. Озерово под стражей? Нет, отпустил под подписку. Женя уверила, что рецидива не будет. Не клювь, ты охренел. Проверь, где фиксируется телефон Кошкина. Хочешь воспользоваться служебным положением, чтобы найти сбежавшего поклонника? Потенциального жертву. Жди, я сейчас за тобой заеду. Тан Баринова, майор Никлюев. Нам нужен Кошкин. Я его жена. Наверное, уже бывшая. Поссорились? Он сказал, что подает на развод. Так он дома? Нет. Представляете, я сижу, рыдаюсь, а он позвонил какой-то бабе, надел лучший костюм и умотал. Странно. Телефон фиксируется здесь. Ваш муж уехал на машине? Я не знаю. Надо посмотреть в гараже. Подождите, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте. Нет, не поймал. Стой! Стой! Так это что такое? Что происходит? А ну-ка, дай перец! Иди быстро! Да. Да, понимаю. Но я не могу, я одна дома с детьми. Что скажете, доктор? Ожоги примерно на семидесяти процентов тела. Разная степень тяжести. Жить будет? По периметру камеры я все записи скачал. Женя едет? Нет, наша я же матерь не с кем оставить детишку. Можно к Кристине поехать с мужем? Можно. Лейтенант, давай с ними. У него там слюна, надо вытереть. Ну что, грохнула жёнушка Кошкина ради бабла, пока не развёлся? Да нет, это не она. Это ты как выяснила? Гипнозом? Да нет, не гипнозом. Ну, подержи, пожалуйста. Фу блин, ты чё? Вот. Реакция отвращения и брезгливости ярче всего проявляется с чужими биожидкостями. Ну, например, в древней Индии, Японии в касту неприкасаемых ходили люди, работающие с кровью и трупами. Это считалось нечистым. По той же причине многим сложно ухаживать за умирающими. К чему вся эта лекция? Брезгливость может перебороть только любовь. Как ни странно, Кристина обожает своего мужа. А может, она притворяется? Реакция организма невозможно сомитировать. Ладно, психология-то, конечно, круто, но мне нужно идти заниматься реальными уликами. Ну, что тут у нас? Ничего. В гараже нет источника тепла, который мог бы дать такие ожоги. Мистика какая-то. Я проверил записи с камер. Жена с момента возвращения Кошкина и до нашего приезда оставалась в доме. Значит, Кошкина попыталась добить твоя невинная овечка Озерова. А Озерова, как только ее отпустили, поехала в больницу к дочке. И она до сих пор там, я проверила. Вы не поняли? Кроме Кошкиной в гараже вообще никого не было. Смотрите. Здесь Кошкин заезжает в гараж. Ну? Здесь он идет домой. Через два часа возвращается в гараж, а из гаража уже выезжает на каталки. Ну, реально мистика какая-то. Так, ну, мистика не мой профиль. Я пойду. А то я мальчишек с соседкой оставила и страшно подумать, что они там натворили. Беги и спасай своих бандитов. Ну, сам-то Кошкин должен знать, что с ним случилось. Когда он придет в себя... Никогда. А если? Ой, горе-то мое. Ну, ладно, попробуем отстирать. Ой, и ты тоже весь грязный. Вы зубы чистили? Да. Ну, хорошо. Так, быстро-быстро-быстро. В кровати. Сейчас догоню. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстро-быстро-быстро. Ну, я побегу тогда. Все. Да, конечно, горишь, спасибо большое. До свидания. Так, ну что, пираты, ну-ка быстро спать. А почитаю. Завтра почитаю. Так. Спокойной ночи. Люблю. Игорь. Слушай, Карина уже ушла. Я знаю. Мы у Калитки встретились. Я не за дочкой. Я к тебе. Слушай, я уже спать собиралась. А что-то случилось? Не, да. Ну, ладно, проходи. А дети спят? Да, да, спят. Ну, что там у тебя? Рассказывай. Есть повод кое-что отметить. Можно? Я полгода ждал этого вечера. Мы с женой делили детей, имущество. И вот, наконец, я развелся. Поздравляю. Женечка, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но я человек порядочней. Поэтому только сейчас могу выйти на новый уровень отношений с тобой. Игорь, в смысле? Ну, как в смысле? Ты не понимаешь, дурочка, я тебя замуж зову. Да нельзя мне замуж. Как? Почему нельзя? В чем дело тут? Ты что, ну какая ерунда, ну? Так, это все. Игорь, стоп, уходи. Я не понял, ты что, мне отказываешь? Да, я тебе отказываю. Да кому ты нужна, мать-одиночка с двумя спиногрызами? Пошел вон. И уйду. И не провожай. Доброе утро. Доброе утро. Что, уже утро, что ли? Витяна, ты чего курил? Ничего. Ну и бардак у тебя, убрал бы ты всю эту расчлененку. Придет Громов, ногу сломает, уволит к тебя, к чертовой бабушке. Не уволит. Что с телефоном Кошкина? Всю ночь провозился, но восстановил кое-как. Это что ж такое с чуваком сделали, что у него же телефон оплавился? Он что, в аду, что ли, побывал, а? Похоже на то. Так. За паролем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Надо же, подошло. Это как безответственно люди к своей безопасности относятся. А глянь последние звонки. Он вчера звонил какой-то бабе. Угу. Это баба ты. Может не клюев конкурента поджарил? Очень смешно. Стоп. Смотри. Кошкину вчера странное сообщение пришло. Угу. Сгоришь в гиене огненной. Так. Походу кто-то выполнил угрозу. А ну-ка. Так. Сообщение отправлено с левого телефона, но в момент отправки номер фиксировался в соте магического колл-центра. Попались, гады. И что делаем? Задержим всех. Там разберемся. Слушайте, у меня есть идеи. А если я устроюсь на работу к этим магам, выясню, кто отправил сообщение Кошкину и не приходили ли угрозы еще кому-то? А если там злодей, которому хватило мозгов поджарить Кошкина и не зацветиться? А? Мне идея не нравится. А мне нравится. Отлично. Я уже договорилась о собеседовании пожелать имени пуха. Не пуха. К черту. К чертям, вернее. А ну-ка, стой. Что это было? Это что, для пользы дела? Или тебе просто не нравится, что я беспокоюсь о ком-то, кроме тебя? Да мне пофиг о ком-то, беспокоишься. Ну конечно. Не скрой, профессиональные психологи у нас на вес золота. Вопрос мотивации. Вы почему хотите у нас работать? А у вас хорошо хватит? Спасибо за откровенность. Ну, вперед. Вас ждет испытательный срок. Петя, познакомься. Твоя новая коллега Евгения. Здравствуйте. Мне позвонили, сказали, вы пришли в себя. Можете разговаривать? Ага. Можете сказать, что с вами произошло? Я не знаю. Не понимаю. Я… Я вошел в гараж. Почувствовал жар. А потом услышал голос. Гори в гиене огненной. Голос был мужской или женский? Я не знаю. Стало невыносимо. И упал. Понятно. Жень, от Кошкина толку ноль. На тебя все надежда. Угу. Досье клиентки прочитала? Да. Только ты мне помогай, ладно? Ты же психолог. Ну, я теоретик скорее. А ты вон скольким людям реально помогаешь. Ага. Расстаться с баблом. Ну, не только. Ты убеждаешь людей, что у них все получится. Уверенность в результате. Уже почти результат. Ну, вообще, да. Ладно. Работаем. Ставь на громкую. И если что, я подхвачу. Здравствуйте. Я из колл-центра. У нас форс-мажор. Любовница вашего мужа прямо сейчас собирается проводить на него приворот на крови. О, Господи. Что же мне делать-то? Срочно оплатите ответный ритуал. Ну, тут ведь кто первого успеет? Если она, то ваш муж обречен любить ее до конца жизни. Но это еще ничего. Если провести ритуалы одновременно, такое будет. Черт, не получается. Не приходит эсэмэнская из банка на оплату. Я перезвоню. Ну, и как ты это провернул? Я звонки с Жениного аппарата отслеживаю. Кинул клиентке спам со шпионской прогой. Хакнул ее телефон и заблокировал все входящие сообщения. А если она деньги в банке переведет? Ну, тогда я заблокирую счет нафиг. Ты что будешь бан хакать? Витя, не надо. Ну, ладно, я как лучше хотел. Она не перезванивает. Ну, что теперь делать? Ладно, забей. Если клиент не платит сразу, то он не платит вообще. Но со следующей точно все получится. Ее муж бросил. Вот дура, а. Сейчас она все уже подготовила и ждет звонка от потомственной жрицы Изиды Евразиниев. С эклектикой не перебор. Чем рядовее, тем круче. Держи. Держи. Ну, вылитая жрица Изида. Ой, ладно. Бред так бред. А? Молчи. И делай, как я скажу. Да, она здесь. Видишь? На краю стола. Муха? Это не муха. Лови ее! Вот. Я поймала ее. Бери стакан. Сажай ее туда. Вставь в центр пентаграммы. Молись, спутница смерти и великой птицы хаоса. Земные поклоны бей! А теперь тебе придется пожертвовать птице хаоса частичку себя. Как какую? Ну, ты же знаешь, что больше всего любят мухи. Что? Да ты что? Ты издеваешься надо мной? Я тебе сейчас любил муху, знаешь что? Ну, это реально был перевод. Ладно, чтобы день у тебя не прошел зря, есть у меня. Бабка! Сто лет в обед с такими работать одно удовольствие. Правда, у нее телефон кнопшный. Придется без видео. Учти, отрываю от своего сердца. Ираида Пахомовна, я из полиции. Да, вам до этого мошенники звонили. Вы никому ни в коем случае денег не переводите. И жабу бедную отпустите. Короче, я выяснила, в случае смерти одного из совладельцев колл-центра, его доля делится между партнерами. Ну, альби Молчанова я проверил. Он был в прямом эфире, когда Кошкина поджарили. Лечил болящих чукольским языком. Так что он не мог. Значит, это Горохова решила грохнуть Кошкина ради бабла. А мы ее спугнули. Чтобы это доказать, нужно понять, как она все это провернула. Угу. Внимание! Мотивационный тренинг! Пошли. Только ты мобилу оставь. Горохова требует, чтобы на тренингах все были без гаджетов. Она даже свой телефон в кабинете оставляет. А, хорошо. Слушай, а я думала, что тренинги Кошкин ведет. Он в больничке при смерти. Да? Наверное, она за него переживает. Девочки говорили, что у них роман. Да какой роман? Терки у них. Они недавно так друг на друга орали, всем было слышно. Что-то по поводу прибыли от колл-центра. После этого он в больничку и загремел. Ну, вы идете? Да. Ладно, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Маме, ты что? Быстренько, быстро, в машину. Да, давай, давай, давай. Быстренько. Посидите в машине, хорошо? Я сейчас. Алло. Олег, да, это Женя. Слушай, тут такое дело, я сегодня несколько раз видела одну и другую машину, мне кажется, за мной следят. Да, сейчас приезжу. Что случилось? Поехали, по дороге расскажу. Что, Мата Хари, агенты ЦРУ за тобой следят. И где же они? Они только что уехали. Мам, это кто? А, это мои коллеги. Так, мальчики, что нужно сказать? Они настоящие менты? Паша, ну вот познакомьтесь, это мои невоспитанные сыновья. А это капитан Баринова и майор Никлюев. Я Паша, он Коля. Привет. Очень приятно. Так, ну все, мальчишки, закрываем окно. Давайте, давайте. Какие они у тебя разные, даже не скажешь, что братья. И на тебя не похожи. Они от разных отцов. Где же отцы? Далеко. А что мне делать, когда я в следующий раз увидишь машину? Да, Витян. Ты на нее внимания не обращай. Спасибо. Она у нас не страдает деликатностью. Да ничего, я привыкла. Да, спасибо. Витян только что проверил по камерам. Никакой черный седан без номеров в этом районе не светился. Странно. Может быть вас проводить? Да нет, мы как-нибудь сами справимся. Извините, что отвлекла. До завтра. Давай, до завтра. Никто за ней не следил. Да не похожа она на истеричку, мнительную. Плохо, что под камерами седан не светился. Серьезный человек знает, где камеры расположены. Да. Ольга, доброе утро. Алёхина, чего не работаем? А я на правах новенькой проставляюсь, и вот решила вас угостить. Что это? А это сладости по особому рецепту. Я сама готовила ни грамма сахара. Вкусно. Скоро начнется тренинг. Я не люблю опаздывать. А зачем вы мне сообщение прислали? Ой, это, наверное, случайно в кармане нажалось. Я просто вам хотела написать, пригласить чаю попить. А потом решила сама зайти. Ой, дети, я через минутку прибегу. – Алло. – Даша. Олег, я в телефоне у Гороховой нашла… Тренин, случился. Ой, Мышонок, я… я сейчас не могу уже разговаривать. Ага. Мышонок? Это сильно. Так, ты смотайся оттуда поскорее. Я приеду к тебе домой с цветами, с тортиком, чтобы не вызвать подозрений, если за тобой все-таки следят. Все, давай. Наивный. Женя просто запал на тебя. Вот и придумал эту турацкую слежку, чтобы пробудить в тебе комплекс рыцаря. Да брось ты, я отношусь к ней исключительно, как к профессионалу. Как к профессионалу-психологу? И едешь к ней, чтобы проконсультироваться о нас? Или тупо рад, что тебе очередная баба на шею вешается? А у тебя, я смотрю, время свободное появилось. Тебе на свидание не нужно? Не нужно. Может, сначала узнаем, куда делись все Женины мужья? Громов. Товарищ полковник, Баринова беспокоит. Есть минутка? Да. Могу посмотреть личное дело Алёхиной? Нет, не можешь. Нельзя, значит. Интересно. А мне неинтересно. Эй, ну... КОНЕЦ Скорая. Ты выйдешь за мной замуж? Пуля влетела в окно. Прошла на вылет. Тут не полиция нужна, а священник. У нас точно кто-то проклю. Твоя слепота это всего лишь защитная реакция под сознание. Ну все, майор, отправляемся в последнее плавание. Не двигаться! Тань, я понимаю, ты у нас железная леди, но теперь-то ты не одна. Он руководит дома, я на работе. Никак не ожидала, что мне такое устроит. Похоже, без боя сдаваться не собираюсь. КОНЕЦ 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 Скорая. Ей поздно, скорую. Труповозку вызывай. Горохова. Я знаю. А с этим что? Похоже, обморок. Но жить будет. Куда она этот раз деток сбагрила? Подруги оставила. А мы теперь всегда по выходным работать будем? Но убийцы же нет в выходных. Только ты зря приехала, тут уже психоанализировать некого. А это как раз по моему профилю. А что за профиль? Потом расскажи. А это кто? Сурков, охранник Гороховой. Нашел труп, позвонил в полицию. Нам из дежурки сообщили, мы сразу примчались. Гражданин Сурков! Да, да, вы. Пройдемте со мной. Какие у вас были отношения с Гороховой? Нормальные. Это ваш халат. Вы были любовником Гороховой? Да и нет, конечно. Она хахали своего ждала. Сказала, что приехать должен. Ясно. Спасибо, можете идти. Ну и чего ты добилась? Про любовника мы уже и сами все выяснили. А у Амбала этого могли быть и другие мотивы. Ну не знаю, обидела она его, или бабло зажала. Подойди, пожалуйста. Разбасали тут. Что? Сурков Золана Горохова. Он сдержанный человек, но резко отбросил вещь, которая ассоциировалась у него с хозяйкой. Как ты сейчас? Знаешь что? Преступниками занимайся. А мне не только преступники интересны. Следователи, опера, эксперты, свидетели. Для меня тоже объекты эмпирического исследования. Это что, подопытный кролик, что ли? Что ты нашел? Что нашел? Горохова очень серьезно относилась к безопасности камеры по всему дому, кроме туалетов. Не особо ей это помогло. Ну почему же? Зато мы знаем, что в доме, кроме нее и Сурковой, больше никого не было. Та же картина, что и с Кошкиным. А как умерла Горохова? Вот это я сейчас покажу. Суркова я точно не топил. А Женя считает, что у них был конфликт. Да не было. Пока был шанс, что она жива, он все делал правильно. Он даже телефон перед прыжком в воду не забыл выложить. А когда осознал, не сразу, что она умерла, выдал реакцию гнева. Это ты на красные туфли нагадала? Да. Люди переносят свое отношение к умершим на их вещи. Слушай, открой уже тайну века. Чем конкретно ты занимаешься? Я тоната психолог. Тоната психологии изучает реакцию человека на смерть. Но меня интересует не просто реакция на смерть, а конкретно на убийство. Есть разные копинг-стратегии. Что разные? Реакция на стресс при столкновении со смертью. Сурков, например. Злится на Горохову за то, что она умерла. Банально из-за того, что он потерял работу. Скажи еще, что я тоже злюсь на Горохову. Конечно. Ты же думала, что Горохова убийца. Умерев, она разрушила твою версию, тебя это бесит. Иди ты! Алла! В морг! Изучай судьбе до эксперта. Спасибо за рекомендацию. Все, я снял. Кстати, я узнала у Суркова. Это он следил за мной возле детского сада. Возможно, Горохова велела ему проверить новую сотрудницу колл-центра. Извините, не отвлекаю. Вот что реально странно. Почему отличная пловчиха Горохова вдруг ни с того ни с сего начала тонуть? Хороший вопрос. Привет работникам микроскопа и скальпеля. Что скажете? Отравление? И вам доброе утро, Аллочка. Горохова в день смерти ничего не ела и не пила. Кроме той сладости, которую ее угостила ваша коллега. Вряд ли Женька могла ее отравить. Хотя... Нет, это не отравление. Вода в легких. Утопление чистой воды. В воде утонешь, ведьма. Что? До Гороховой в день смерти прислали угрозу, а она полезла в бассейн. Забавно, что владелица магического колл-центра сама не верила в мистику. Очевидно, зря. Ой, привет. А я к тебе. Есть минутка? Здорово, здорово. Говори. А у меня к тебе просьба личная. Ты не мог бы отследить по камерам человека, который вчера был около моего дома в определенное время? Легко. И еще. Буду тебе признательна, если никто из наших коллег об этом не узнает. Без проблем. Сделаю. Но не сейчас. Алла. Где пожар? В расследовании твоем. Что нарыл? Прикинь, угрозы там были с сюрпризом. Там такая хитрая шпионская прога запильна. Я бы лучше не сделал. Автор проги отслеживал передвижения Кошкина и Гороховой, слушал их разговоры. Я на всю ночь завидц, пытался его отследить. Он через кучу прокси шифрует загар. Кошкина в больнице, Горохова утонула. Наверное, нас проклял кто. Да ладно тебе, Свет. Мы же сами всю эту мистику людям спариваем. Мне пофиг. Если еще и с Молчановым что-то случится, я точно уволюсь. Да ты че? Если начальство конь не двинет, всем этим управлять будем мы. Ага, размечтался. Вот что-то есть хочется. О! А Молчанов, небось, пошел обедать в какой-нибудь дорогущий ресторан, где десерт пол нашей зарплаты стоит. Не, он только домашние виды жрет. Там хрень японская. Рыба, рис. В общем, без консервантов, красителей и всякой фигни. Ага. И протеиновые коктейли хлещет. Самовлюбленный тупой павлин. Идеальная психологическая характеристика. Слушай, а прикроешь меня, а я сбегаю и куплю нам по паре пончиков с красителями и консервантами. Конечно. Ладно. Ну, Анька, что здесь забыла? А дверь была не заперта, и я решила вас дождаться, чтобы пообщаться наедине. Ну, давай пообщаемся. Вот мне космомагия очень интересна. Это такой уникальный феномен. Космомагия? Ну, хочешь, давай займемся космомагией прямо сейчас. А, ну, наверное, не так сразу. Тело твое исторгнет внутренности твои, колдун. Хрень какая-то. Ну, не хочешь сразу? Может, тогда пожрем сначала? Выпить у меня ничего нету. Жаль. А вам не страшно? Кошкина больница, Горохова утонула. Вам угрозы шлют. Да ты не парься, нам угрозы постоянно шлют. А если мои придурки-партнеры дали себя убить, я точно не дам. Что ты на меня смотришь так, как будто я прямо сейчас начну внутренности торгать? Все в порядке? Угу. Очень вкусно. Точно не хочешь? Приятного аппетита. Я пойду? Подожди, подожди. Я через час на фитнес свалю. Составишь компанию? Я подумаю. Алло, Алла, Молчановым пришло сообщение, тело твое и сторону внутренности твоей. Угу. Жень, это фраза про внутренность. Очень похоже на цитатуи из… Сейчас подожди, запишу. Ну, ручки-то где все? Повиси, пожалуйста. Сейчас подожди. Перезвоню. Алла? Рапорт об увольнении. Ты серьезно? Ты бросить меня хочешь, да? Так подожди ты, с выводами. Это тебе Женя насоветовала? Ммм, понятно. Ну, хорошо, вали. Я рыдать не буду. Алла, а в глаза сказать не мог? Что, кишка тонка? Да, успокойся ты. Дай, я объясню. Не надо ничего объяснять, ладно? Я совершенно спокойна. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. закрой, мне сказать здесь, что там ела. Ага. А-а-а. Стоп,ٹ. Что там? Откор�� атаки. Оп、 правда disclosure. У-у-у-у-а, зд console. Что стоишь? Вызывай скорую! Кошкин, Горохова, теперь и Молчанов. Казыка, раз выше мы все умрем. В муках. Тело твое исторгнет внутренностью твоей. Криминалисты перевернули весь колл-центр. Верут, но ничего не нашли. От свидетелей тоже толку ноль. Судя по записям камер видеонаблюдения с парковки, к машине Молчанова никто не подходил. Да разберитесь с этой чертовщиной и как можно быстрее! Вот видите, Аллочка? Да. А что именно я вижу? У вашего Молчанова был огромный комок твердого вещества в желудке. И как он туда попал? В том-то и дело. Перорально, то есть через рот, в организм попасть в комок такого размера вроде бы никак не мог. Просто не пролез бы в пищевод. И как же тогда? Вуаля! Вот эту штуку извлекли из Молчанова в процессе операции. Что это? Аллочка, а вы фокусы любите? Обожаю. Особенно с разоблачением. Ну, тогда, прошу, смотрите внимательно, берем порошок. Добавляем жидкость. Тщательно перемешиваем и получаем твердое вещество. Двухкомпонентный силикон. Именно. Один компонент, сухой, я обнаружил в еде, а второй, жидкий, в протеиновом коктейле. То есть, когда Молчанов поел, ничего не произошло. Но, когда Молчанов выпил коктейль, два компонента смешались, и силикон застыл прямо у него в желудке. Умница, Аллочка. Умница. Странно, что ко мне на стол попал только силикон, а не сам Молчанов. Повезло, вовремя сделали операцию. И еще, Аллочка, это не все, чем я хотел бы вас порадовать. По вашему запросу, я сделал углубленную токсикологическую экспертизу крови Гороховой. Ага. Ты как будто год не ела. Фастфуд больше года. Но вместе с детьми нельзя, а то они подсадут, потом завтра уже не оттащат. Но это такой кайф. Ну, ты заслужила. А что с магами? Слушай, они там все так напуганы. Я уверена, никто из них не убивал. Честно говоря, мне тоже было не по себе. Мне сейчас хотя бы понятно, что это не кара небесная, а хитроспланированное преступление. Может быть, мотив мести? Но зачем так сложно? Да все гораздо тоньше. Это похоже на попытку исполнить функцию почти любой религии. Минудить людей, в данном случае магов, соблюдать этические нормы. Кстати, это типичное женское преступление. Эмоциональное. Ой, да это полная чушь. Мужчины, на самом деле, гораздо эмоциональнее женщин. И даже больше подвержены влиянию всяких бредовых идей. Улики надо искать, а не строить версии на пустом месте. М-м-м. Кстати, Шишкин молодец. Он нашел улику. Он обнаружил в крови Гороховой растительный токсин. Именно в результате отравления. Горохова потеряла сознание в воде и утонула. Смотрите. А как ее отравили, когда она ни пыла, ни ела? Да. И следов инъекций на теле тоже нет. Мистика какая-то. Слушай, может поужинаем сегодня? Как раз обсудим документ, который ты нашла у меня в столе. Слушай, давай попозже. У меня есть тут одна идейка. Кстати, мне нужна твоя консультация. Помнишь охранника Горохова и Суркова? Что можешь сказать про него? Он слабонервный человек. Ну. Короче, я нарыла на него информацию. Угу. Он, оказывается, служил в горячих точках. Как думаешь, такой человек мог грохнуться в обморок просто от вида трупа своей хозяйки? Ну, если он видел смерть вблизи, вряд ли. Олег! Шишкин скинул результаты токсикологии по крови Суркова. Я сплю. Моя версия подтвердилась. В крови Суркова остаточные следы того же токсина, которым была отравлена Горохова. Просто ему досталась меньшая доза. Ну, подожди. Как так получилось-то? Сурков трогал Горохову, когда вытаскивал из воды. Ну, трогал он ее. Чего? Ну, ты тормоз. Доброе утро, Аллочка. Доброе. А вам бы такой купальник пошел. Вы бы в нем были прекрасны, как... Как формальдегид под солнцем. Вот вы все шутите, Аллочка. А я бы, если бы не ваш бравый майор... Ромочка Вильгельманович, даже мой бравый майор не может того, что можете вы. Например, исследовать купальники. Вы же исследовали купальник Гороховой? Конечно, исследовал. Поэтому иду к вам. Купальник был пропитан токсином, который активировался при контакте с водой. Супер. За эту ниточку можно размотать уже весь клубок. Аллочка. Да, спасибо. А вам я подарю разовое посещение фитнес-клуба. А вы пойдете со мной? Естественно. Вижу, тебя распирает от желания поделиться хорошими новостями. Ну, что ты там нарыла? Ну, рассказывай. Горохова купила купальник несколько дней назад. Он был из последней коллекции Лизы Лариной. Это дизайнер. А, я в курсе. Это же у нее вот эта уникальная коллекция купальник. Да, которая стоит, как крыло самолета. Короче, Горохова хвасталась фотографиями в новом купальнике в своих соцсетях. Смотри. Это фотография с ее странички в соцсети. А это фото трупа. Так. Видишь? Тут четыре черточки. А тут три. Гороховой подменили купальник на отравленный. Дома у Гороховой это сделать не могли, но в тот день она была в фитнес-клубе. Ну, что? Взломан шкафчик Гороховый? Я закончу исследование замка и напишу соответствующее заключение. Ну, что там, готово? Аллочка, вы знаете, я когда соглашался на ваше предложение, не думал, что я в свой выходной вместо отмокания в хамаме буду осматривать взломанные замки. А с ней всегда так. Так замок все-таки взломан? Да. Естественно. А я тоже, знаете ли, не в сауне парилась, а с записями камер видеонаблюдения на входе в клуб. Многих лиц, конечно, не видно, и кроме постоянных членов клуба туда ходят люди, купившие разовое посещение. Но один сотрудник колл-центра там точно был одновременно с Гороховой. Кто? Женин куратор Петя Маслов. Он купил абонемент сразу же, как только получил первый аванс за работу. Так мы с Ромой корочками потрясли, чтобы в женскую раздевалку войти. Как это Петя Маслов сделал? Вопрос. Вот у него и узнаем. Майор Никлюев, капитан Баринова. Здрасте. Что-то случилось с Петей? Я его мать. Не знаете случайно, где он находится? Нет. Он два месяца назад нашел работу и начал жить отдельно. Но это же нам родителям, они все детьми кажутся. Парень взрослый, самостоятельный. И где он сейчас живет? Не говорил. И не заходил давно. Звонит иногда, говорит все нормально. Но хоть так. А недвижимость еще какая-нибудь есть? Может быть дача? Нет. Дачи нет и гараж. Но там пусто. Машину я продала после смерти мужа. Гараж оформлен на покойного папы Пети Маслова. Нужно и слесарь, и понятые, или понятой слесарь. Да давай сами посмотрим. Если там пусто, чего зря людей дергать? Так у нас ключей нет. Убежаешь. Не вздумай. Стой здесь, я за понятым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много времени не займет. Паспорта с собой. Хорошо. Так, граждане понятые, сейчас при вас будет осуществлен осмотр гаража, принадлежащего покойному гражданину... А тут не заперто было. Угу. Не заперто. Оп-ля. Это что такое? Это микроволновой излучатель. Такое используется для уничтожения насекомых в стенах деревянных зданий. Но над ним явно кто-то поколдовал. Усилил мощность или степень охвата. Да, такой штукой можно поджарить Кошкину через стену. Да, а стена гаража как раз прилегает к забору соседнего участка. А там нет камер наблюдения, идет стройка. И проникнуть туда, расплюнуть. Петя Маслова уговорил Женю? Да. Похоже, так он устраняет начальство, чтобы самому рулить колл-центром. А где Женя? Аппарат вызываемого абонента выключен. Телефон Петя Маслова выключился час назад у колл-центра. Подключаюсь к эксерваку. Смотрю записи камер на это время. Ага. Есть. Он час назад вышел из колл-центра вместе с Женей. Ну что? За нас? За нас. Ты знаешь, я давно хотел тебе сказать. Ты мне очень нравишься. Петь, тебе это всего лишь кажется. У тебя стресс. Тебе хочется тепла, поддержки. Не только. Ого. Откуда у психолога такие бабки? Не знаю. Может быть, у нее родители богатые. Окна темные, машины нет. Надо все-таки взглянуть на ее личное дело. Добрый день. Полиция. Майор Никлюев беспокоит. Скажите, пожалуйста, а Евгения Алехина мальчиков забирала? Нет, ничего не случилось. Просто она мне очень нужна по работе. А дозвониться не могу. Понял. Спасибо. Нет. Не забирала. Остальных уже почти всех разобрали. Что-то точно случилось. Надо всех на уши ставить. Поехали в отдел. Да, но сначала в детский сад. Кутрул все привел в порядок. Это чего ты делаешь? У нас сотрудники пропадают. А ты какого-то левого мужика по камерам вычисляешь. Да не левого. Телефоны Жени и Маслова у меня на контроле. Как только включаться, мне сразу смс придет. Я не могу. Просто у меня все. О, Алла! Телефон Жени включился. Так, местонахождение определил? Естественно. Кидаю геолокацию. Так, так. Там датчика «Развалюшка» в довольно глухом месте. Сдана в аренду Петру Маслову. Я уже связался с хозяйкой. Давай туда тяжелых, а хозяйку с ключами я сразу туда. Не клюй его, не говори. Без него справлюсь. Окей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всем оставаться на своих местах! Шерочка с маршерочкой! Аж сфоткать охота! А че, парень такой кислый? Проблема с эрекцией? Не обращай внимания, она всегда такая. Получи живого охота, подъехали. Парни, все под контролем, примите. Иди, иди, умойся. Не беги только. На выход. А то пристрелят на меня руком. Давай живее. Ну ты, мать, даешь. Я думала, тебя похитили, пытают тут. Иголки под ногти вгоняют. На это добровольно приехала. Но надо было с Петей поговорить по душам. Комфортной для него обстановке. То есть ты сама его насильно удерживала и пыталась своим психоанализом, да? Ну, типа того. А дети твои где? Я же мать. Я подругу попросила забрать их из сада. Не парься, не забрали уже. Дверь закрой. Холодно. И что-то узнала из своего Ромео. То, что я ожидала. Он не такой циничный, каким и хочет казаться. Это бравада. Он мучается, старается заглушить в себе жалость клиентам. Он нормальный парень. Просто крышу снесло от легких денег, от возможности вылезти из нищеты. И позволит себе дорогой фитнес-клуб, гаджеты, шмотки. Ну, может, оно и так. Только он к тому же. Еще и убийца. Что? Ну, неполная сборка. Шесть секунд, сборка пять. Уложились, норматив, отлично. Круто. Давай, теперь ты. До утра справишься? Да, ну, вас. Так, ты теперь арестован за хамство старшему позванию. А я сбегу. Куда ж ты сбежишь, если тебя на шкаф посадят, а? Я не понимаю, что это за хренью. Ладно. Посиди, подумай, успокойся. Только никуда не уходи. Ребята, он не врет. Судя по пластическим и мимическим реакциям, он напуган. Но чувства вины я не вижу. Опять ты со своей психологией. Давайте подождем. А что ждать? Я не собираюсь тут торчать до ночи и смотреть, как наш подозреваемый просто сидит на столе. Мы с Олегом приготовили ему небольшой сюрприз. И поверь мне, он долго не просидит, не тот темперамент. Видишь? Ему любопытно. Он видит излучателя первый раз. Купальник, видимо, тоже. Черт, он сейчас... Дай пройти, быстрее, быстрее! Ретошел быстро! Вы совсем обалдели? Вы что сами с полковником не поджарили? Сиди, ничего не трогай! Я же сказала, что сработает. Да я же не спорил. Убедилась, что Петя не вина? Нет, не убедилась, он врет. Ты слишком плохо о нем думаешь. В любом случае, улик на него нет. Я могу задержать только на 48 часов. Так задерживай, а я буду искать улики. Витян восстановил маршрут передвижения Молчанова. Попробую выяснить, где ему отравили еду и коктейль. Вчера он поехал в колл-центр из дома, а накануне провел вечер в ночном клубе. А где все? Краны ищу. Народ скоро потянется. А меня интересует вот этот чувак. Он позавчера здесь был. Помнишь его? А я не обязан помнить всех своих клиентов. А пароль доступа к серваку, куда записи с камер сливаются, ты знаешь? А постановление суда на изъятие материалов у вас есть? Студент-юрист, что ли? Точно. Ладно. Такого грамотного на понт не возьмешь. Смешай мне тогда безалкогольный коктейль какой-нибудь прозрачный. Угу. Ну ты прям фокусник. А хочешь, я тебе тоже фокус покажу? Смотри. Теперь я могу тебя задержать за то, что ты посетителя в наркоту впариваешь. Это что за развод, а? Хорошо учишься? Да. Ну тогда ты поймешь. На бокале чьи отпечатки? Твои? Эксперты на таблетке мои отпечатки ПЖС найдут? Нет. Потому что таблетка растворилась. Что вам нужно? Молчанов ваш постоянный клиент? Да. Позавчера он был один? Пришел один. Потом его какая-то блондинка склеила. Я ее не знаю. Ушли они вместе. И вот пароль от сирвака. Умница. Только дурак. С испугу забыл про камеру видеонаблюдения. А на ней было видно, кто тебе в бокал таблетку кинул. Вы ж при исполнении. Ага. Вот голова и разболелась. Обезболивающее. Видишь, блондинка садится в машину Молчанова. Если он повез ее к себе, она вполне могла подмешать ему силикон в еду и порошок в протеиновый коктейль. Ну, я же говорила, что преступница женщина. Возможно. В смысле? Возможно. Посмотри, на записях лица не видно. Она как будто специально его скрывала. Ну, видно же, что это женщина. Ну, откуда ты знаешь? Может, это твой Петя. Ну, что он хорошенький, женственный. Для поддатого Молчанова он вполне мог сойти за женщиной. И, кстати, в раздевалку фитнес-клуба он вполне мог проникнуть, накинув халатик и полотенце на голову. Это же полный бред. Посмотрим. И Клюев как раз поехал в больницу допрашивать Молчанова. Вы можете описать эту блондинку? Слушай, честно, я в Зюзю был. Особо не разглядывал. Сейчас, сам знаешь, бабу подтонной косметики рассмотреть невозможно. Утром умоется, а там такое. Ночью присниться подушкой, не отмахнешься. Да мне было пофигу, с кем стресс снимать. Это она предложила поехать к вам? Ну. Ну и что? Как она в постели? Да не было у нас ничего. Я в душ пошел, а замок заклинило. Пока дверь отжал, блондинка свалила. Опасно пускать домой кого ни по поди. Потом ценных вещей недосчитаешься. Не, я проверил. Вроде ничего не пропало. Поэтому в полицию не обращался. Угу. Вы же не против, если мы осмотрим вашу машину? Валяйте. Угу. Ну, что? Ну, девушки, рассказывайте, где волос нашли? В машине Молчанова. Вы уже экспертизу провели? Конечно. Голос из парика. Вот. Но на нем есть потожировые следы. Очевидно, тот, кто носил парик, поправлял голос голой рукой. Мне удалось извлечь ДНК. Следы женские. Вот. И еще. ДНК, родственник ДНК одного из фагурантов вашего дела. Кого? Петра Маслова. У Пяти единственная родственница, мать, Ирина Маслова. Пытаюсь отследить ее телефон. Есть. Ее телефон фиксируется. У нас здесь. В отделе. Я кое-что на нее нарыл. Она химик, кандидат науку, преподает в ВУЗе. Я бы она могла синтезировать с силиконом, это тоже понятно. Как она и случатель проапгрейдила? Ломанула гаджеты магов, так что я ее отследить не мог. Спокойно, Витян, разберемся. Черт. Хорошо. Наш преступник женщина, что в который раз доказывает, что мы хладнокровнее и умнее мужчин. Да ни у одного мужика на такое тупо мозгов не хватило бы. Согласна. Но остались вопросы Витяны. Что-то тут не так. Я узнала о задержании сына, поэтому пришла. Я была в ужасе от того, чем занимается мой Петя. Я и понимала, что он либо сядет, либо его убьют обезумевшие клиенты колл-центра. Не говоря уже о том, в какое чудовище он превратится. И я решила действовать. Синтезировала яды, изготовила излучатель, взломала их гаджеты, слушала разговоры, изучила маршруты, привычки, пароли. Это не правда. Вы очень тесно общались с коллегами в нерабочее время. С физиком Холмским. Это же он для вас усилил мощность излучателя. Что вы ему сказали? Что у вас на даче на шерстье жуков, да? А с лоцентом Суриным и Вову попросили сделать программу для взлома гаджетов. Ему сказали, что сын связался с плохой компанией. Не трогайте их. Вы правы. Но я их использовала вслепую. Да и магов у меня не было цели убивать. Мне хотелось наказать их. Наказать. Но так, чтобы те, кто еще не вступил на эту тропу, задумались и испугались. Наш мир, он же ужасно несправедлив. Добрые, честные, умные, порядочные люди страдают. Живут в нищете. Их используют гады. У которых есть все, и которых даже болезни не берут. Мама, прости. Потом со мной. Прости. Она пишет признательные показания. Знаешь, хоть она и убийца, но я ее понимаю. Зато теперь колл-центр точно закроют. Кошкин и Молчанов получат по полной. На основании показаний сотрудников мы их точно долго закатаем. Да и Громобой обещал поднять шумиху в прессе и на телевидении. Наконец-то народ поймет, что не нужно отдавать последние деньги за всякую хренотень. Так, ладно, я поеду, закончу отчет. Встретимся на улице в восемь. Поедем поужинам в ресторан. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Мне тоже. Это что такое? Я тебя взял по доброте душевной, так сказать. Несмотря на твои обстоятельства. А вдруг ты появляешься? Два моих лучших работника подают рапорт на уловление. Ты их так допсихоанализировал, что они кукухой поехали. Причем оба. Ой, сори. Ну, проблем, че надо? Жень, это важно. Я выполнил твою просьбу, которая личная. Ты забеги потом ко мне, ладно? Это какие такие личные просьбы? В рабочее время. Возможно, это имеет отношение к моим, как вы говорите, обстоятельствам. Я попросила Витяна выяснить для меня кое-что. В нерабочее время. Которое уже давно наступило. Всего доброго. А я к тебе. А я вам всем, чтобы... Я подумал, что нет сил хащиться в ресторан. Как насчет пончиков и какао? Сойдет. Эти чертовы маги свалились на голову. Ну, а я хотел поговорить с тобой. Обсудить наши дела. Олег, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Можно я первая? Так. Я все поняла еще в тот момент, когда увидела, как ты играешь с пацанами Жене. Олег, тебе нужна нормальная семья, тебе нужна любовь, тебе нужна забота. Да не вот это вот все. Короче, я поняла, ты можешь мне ничего не объяснить. И рапорт об увольнении можешь забрать. Я подала его сама. Женя была права, я тебе не подхожу. Да при чем здесь Женя? Я подал рапорт, потому что пока мы работаем вместе, у нас с тобой ничего не получится. Мы гряземся все время. Я хотел сказать, что мне не нравится, что ты приезжаешь ко мне переночевать. Мы что, студенты? Я хочу, чтобы ты переехала ко мне. И мы жили вместе. Ты согласна? Все начинается с запрещенной музыки. Спорище, вечеринки, наркотики. И расклиния малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья. Но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова